Высокую оценку этому пиву я бы не поставил. Суббота, свадьба. Ну давайте подождем, когда они уедут. Они тут приехали. А вдруг это за мной? А ульта не знает. Друзья, всем привет, с вами Гоша Грипс, проект Первая Варка, пивоварни Биар Брю. И сегодня я делаю обзор на бельгийский эль пивоварни One Hansenbrook, которую Саша в предыдущем обзоре по ошибке назвал Кастли. Я думаю, что Кастли это серия просто пива от этой пивоварни. Так или иначе, 6,5 градусов, Хоппи говорит нам о том, что оно, скорее всего, охмелено, богато. Давайте посмотрим, что у нас из этого выйдет. В бутылочке объемом, очень странным объемом, 0,33, как банка. Приступим. Не с первого раза открывается. Делай угол другой. Как видите, очень пенная. Как видите, наливаю я, как обычно, богато, щедро пенно. Запах, мне кажется, немножко цитрусовый. Интересно здесь написано, какие хмели они употребляют. Кстати говоря, пена прям с шипением сходит буквально на глазах. Давайте пока пена сходит, посмотрим, что у нас здесь. Кастельбрюери. Ну, не знаю, в чем. Вот здесь написано Кастельбрюери. То есть, по большому счету, наверное, никакой ошибки нет. А снизу написано Ван Хонзе Броук. Ну, это ты сейчас по-английски читаешь, а он должен по-бельгийски читать. Ох, это задачка. Хансенбрук. Я, наверное, надо... Ван Хансенбрук. Я подозреваю, что если я допью это пиво, то я начну читать по-бельгийски. Срок годности 21 месяц. К вопросу о том... Я, кстати, не уверен, что она как бы из Бельгии, сама пивоварная. Потому что ты такой общительный-то. Нельзя мне говорить? Ну, ЧБ как бы. И что? Ну, с другой стороны. Нет, Бельгия, все правильно. Смущает такой момент. Ну, это может быть хранение или еще что-то. Вот здесь вот, не знаю, видно будет или нет. Следы ржавчины под крышкой. А срок годности у этого пива выходят 3-го, 17-го. То есть, так как сейчас январь, то через 2 месяца оно умрет. А было оно произведено 1-го, 0-3-го, 15-го. Это значит что? Что ты пьешь его на излете и не даешь ему умереть. Да, я спасаю его. Выдержка у этого пива феноменальная. Вот посмотрите, какая стала пена у этого напитка. Она просто расползлась вся пузырями. Запах. То ли это такая бельгийская кислинка, которую я ощущаю практически во всех бельгийских пивах. Может быть, это связано как-то с дрожжами, может быть, с чем-то еще. Мне она видится и в пшеничном пиве, и в трипелях. Что-то, какой-то одинаковая нота, которая из одного в другое пиво качует. Думаю, что сейчас самое время сделать картинку чуть-чуть ярче и красивее. Вот вы можете взглянуть на то, какой она на цвет. Мутненькая. Мне бы хотелось, чтобы она была чуть-чуть прозрачнее, но, может быть, это достоинство и недостаток. Выключаем. И давайте попробуем. Пиво с таким профилем я уже пил. На что оно похоже? Возможно, на пиво, пивоварни, мушкетеры. Там бельгийская тоже пивоварня. В общем, как по мне, пиво вполне себе достойное. Но наряду с различными другими пивоварнями оно вполне заурядное. Пил бы я такой пиво? Да, пожалуй, пил бы. В большом количестве вряд ли. 6,5 алкоголя не сулит нам ничего хорошего. Ну и плохого тоже ничего не сулит. Думаю, разочек взять такое пиво и попробовать было бы не лишним. А брать его постоянно? Ну, вы должны, наверное, любить такое пиво для того, чтобы его брать. И пить регулярно. В общем, рекомендую к тому, чтобы попробовать. Но высокую оценку этому пиву я бы не поставил. Есть в нем что-то отталкивающее. Я не знаю, что именно. Не могу ловить. Но какая-то резкость, какая-то для меня неприятная вещь. Кстати говоря, и может быть, вот это связано как раз с охмелением. Потому что хмель здесь в запахе, как по мне, не очень выразительный. А в послевкусии возвращается немного неприятной горечью, которую я не очень люблю в пиве. Так что вот такие вот пироги, вот такое вот пиво. Еще раз огромная благодарность ребятам из канала Кварта Бир, которые нам подогнали это пиво на обзор. Ребята, вам привет. Ссылки на их канал вы можете увидеть в описании и в конце ролика. А с вами был Гоша Грибс, проект Первая варка, пиво Арнбер Арбрю, рубрика ЧБ. Всем пока. Пейте вкусные меры. Пахнет сеном, реально, какой-то саломный. Пахнет, да, если тут в основном такой дрожжевой вкус, дрожжевой запах. И если есть хмель, то это, конечно, не американские сорта. Это скорее европейские или английские какие-то. Невзрачные. Тоже невзрачные, но они такие деревенские. То есть они не селекционно выведены. Это что-то такое привычное для бельгийцев. Ну, что-то традиционное, видимо. Напоминает все вот эти вот... вот этот Лёфи, Лёфи, как он называется, блонд. И я ему не очень высокую оценку обычно ставлю, потому что Бруно мне нравится больше. А здесь все вот это... Ну... Согласен, да, что вот прям бельгийская история сразу чувствуется, но не лучше. Я бы, кстати, даже не сказал бы. Ну, то, что это скорее всего Эль, это понятно, но такая вот лагерная история. Если бы наши российские крафти-производители варили бы такое пиво и называли его там как-то крафти, псевдокрафт, я был бы в восторге. А вот от бельгийцев все-таки ждешь чего-то такого более интересного. А здесь, да, ну, есть, но такой запах... Ну, это не американцы, это европейцы с их традиционными хмелями. Ну, что, как-то так не очень круто.